Если вы отправитесь в Южную Индию, то увидите этот дух почтения и благодовения. Но Господь Читания подчеркнул, что Господь Кришна обладает теми качествами, которыми даже не обладает сам Нараяна. Почему нас больше привлекает Кришна, чем Нараяна? Потому что Кришна проводил Дамодар Лилу. Он стал маленьким мальчиком. И Он играл в игры с мальчиками-пастушками в рощах Фриндавана. И Он играл роль сына Нанды и Ешоды и вот участвовал в этом, провел в Дамодаре. Он был окружен преднами, которые были полны любви к Нему. И не так, как Нараяна. У него были музыкальные инструменты. Есть что-то такое притягательное в личности, которая очень хорошо может играть на музыкальных инструментах. Как, например, Триби у нас на польском туре. Он музыкальный гений. И когда он несколько дней прислал мне письмо из Австралии, что в этом году он уже больше не вернется на польский тур, то у меня выступили слезы на глазах. Нам нужны хорошие музыканты с красивыми голосами. Они это как соль. Соль придает вкус в виде. Например, у вас есть только, скажем, сабджи, то если там нету соли, то как бы у него вкуса нет. Если добавить соли, то сразу появляется вкус уже. Когда кто-то музыкально уклонен, как Адиди Дуки, он был в Варшана. Как бы это было? Гошлани Маршу не показывает лекции, Адиди Дуки ведет киртонам. Бхакти Бринга Габинна Маража, Нараза Слами. Они привлекают слезы от довольствия. Или, например, вот такие вот музыкальные личности, как Адиди Духа, он, например, вот тут был на Варшане. Когда Бхакти Ильянова с вами Махарадж дает лекцию, а Адиди Духа поет киртонам, вместе с ним еще не раньше, но Махарадж Бхакти Бринга Габинда с вами, то это сразу появляется такая сладость, определенный вкус. Киртон is our life and soul. Поэтому наша жизнь и душа это киртон. И Кришна, he's the best musician. А Кришна самый лучший музыкант. Когда он играет на своей флейте, то камни дают. И когда он играет, то река Емуна, переполненная любовь к Богу, начинает течь в обратном направлении. The calves who are sucking milk from the milk bag of their mother, you see how eager they are. They stop sucking the milk. They just go into ecstasy hearing the sound of Кришна's fruit. И когда они, телята, слышат звуки флейты Кришны, и они в это время сосут молоко, то они бросают это делать. And the gopis, with the risk of becoming rejected from society, they leave the houses of their husbands and their children. They give up their good reputation to go to the forest to be with Кришна. And how do they get there? They follow the sound of Кришна's fruit. И Кришна, насколько он удивительный, что даже просветил Браму звуком Своей флейте. Звук флейты Кришны вошел через трава уха Брамы, он попал ему в сердце, просветил его. И благодаря этому Брама увидел себя, как одну из служанок Кришны во Вриндаване. Нарайана не умеет играть на флейте. Но Крапада говорит, Кришна, наш Кришна, он умеет играть на флейте. Смотрите, вот там. И он очень привязан флейте. Знаете, иногда есть такие лиды, где гопи крадуту в Кришне флейте. И Кришна так смущается от этого. И в этих играх Радарани начинает играть на флейте Кришны. И говорится, что Кришна может привлечь Своей игрой на флейте всю Вселенную. И с Его красотой никто не может сравниться. И Господь Шитания открыл нам этого Кришна во Вриндаване. Он дает нам Враджа-баум. Это очень важно. И она становится легко достижима для всех нас. Когда Рамачандра явился, то в эту эпоху были святые, которые совершали аскезы сотни жизней. Они совершали тапас, тапа, 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 тапа. И их сердца очистились до такой степени, что они уже испытывали супружескую любовь к Богу. И вот они увидели Рамачандру в лесу. И они любили его так, как женщина может любить мужчину. Ну, конечно, не совсем так, поскольку это было на трансцендентной платформе. Так же, как и мы, наша конечная цель является развести эту любовь к Кришне. А сейчас, может быть, мы в мужском цели, мы такие сильные саньяси. Ну, какая мантра, которая получается в Амьяси? Это мантра Гопи Бхава. Это мантра, которая позволяет нам развить супружескую любовь к Кришне. Это наша конечная цель. Как Наратам Даштакур, он учился в Ашраме Жива Госвами. И однажды в своей медитации он увидел, как он готовит рис в форме служанки, в форме девочки, чтобы предложить этот рис рада Кришне. И, когда он помешивал этот сладкий рис, то он был в экстазе своей медитации. Он нечаянно обжег пальцы, и из-за боли он вышел из медитации. И что вы думаете, действительно на руке были ожоги. И он спрятал эту руку, но Жива Госвами увидел ее, он все понял, он просто промолчал. Что там отца с рукой? Покажи, покажи, для меня, видите? О, хорошо. Что там? Что там? So, these сages had come to this exceptionally, especially in that age, it was very rare, to come to the stage of Madhurya. So, they approached Ram and expressed that they wanted a conjugal relationship with him. And he said, no, wait a minute, I'm not in this incarnation, I only have one wife, Sita. I'm setting the example as a king to prince. Dharma, one wife. If I can't, you know, Sita will get down. Итак, вот эти святые, они достигли уже супружеской любви к Богу, что на самом деле в те времена были очень редко, редкие души могли этого достичь. И когда Господь Рама появился, они подальше к нему приблизились, и они хотели проявить свою супружескую любовь по отношению к Господу. Но Господь сказал, подождите, я сейчас не в этой инкарнации. Моя инкарнация сейчас явит собой образец царя, и я должен исполнять дарму. У меня одна жена, Сита, вы не можете проявлять ко мне супружескую любовь, Сита будет ревновать вас. Подождите, я приду в другую инкарнацию. То есть с Рама они должны были проявлять Даси Рас. То есть они должны были играть роль слуг. То есть Рама сказал, подождите, тихо. Он сказал, подождите, подождите, когда я являюсь как Кришна, тогда я обещаю, вы явитесь к моей подруге и служанке. Это было в Трета-югу. Они были несколькими и несколькими, которые дарпись в Трета-юга, но в нескольких годах есть взаимодействия, которые прибыли в Брхови. В тот момент они приходили вспоминания. спирсов sky some copies were the daughters of demigods some copies were the stages of present and some copies with those who had advanced the stage of satan bhakti and qualified themselves to learn how to be a gopia and then go this a нужно было еще ждать целую югу и родиться здесь а принять воплощение как копии некоторые гопии пришли сюда из духовного мира некоторые копии пришли как дочери полубогов некоторые копии также были преданными которые практиковали саданого на протяжении многих жизней они достигли этого трансцендентного уровня и были здесь уже а в форме копии чтобы затем оставить это тело и уйти в духовный мир to wait in this stage you don't have to wait a few million years if you sincerely take the larger tanya's movement you can get it this is why this is why you're distributing what type of love но нам не нужно ждать миллионы лет нам не нужно ждать целую господь читание распространяет врача према для всех поэтому ару-богу с вами говорит что он является особенной инкарнацией и это врача према становится доступны всем поэтому мы все очень удачливы но даже вот этот простой процесс кажется для нас иногда сложно это вот наша неудача и неудача его природы но если мы будем решительны и полностью примем это этот путь то мы достигнем успеха поэтому давайте воспользуемся этой омнивостью господочитания особенно здесь во брендаване чтобы получить врача према поэтому а то вот девушки я в конце концов ответов что нет мы должны здесь говорить о господи читании поскольку по его милости мы можем получить доступ в игре рада кришны и понять основную смартфону этой философии и достичь проживки на свой традиционный like many of you have done when devotees come to india they first visit maya floor where no offenses can be made by the mercy of what i don't accept our offenses they only accept our good intentions and we turn it by ourselves to come to bring down in a very humble state of mind и поэтому как правило преданное сначала приезжают мы и пуль чтобы получить минус господи читаний майпур это а то место где оставление не совершают не принимаются господи читания принимают только наши добрые намерения и затем очистившись мы приезжаем я думаю что мы даже можем продлить эту лекцию и продолжать говорить об этом завтра не знаю а не знаю вот имеет ли смысл делать это завтра поскольку наверное многие из вас совершают парик рамы на варшан и на гуардан может быть мы завтра мы начнем тогда в пять часов или даже в шесть часов поскольку на эту тему можно говорить еще очень много и завтра мы можем еще также прочитать другой стих руку господи не знаю про почему не знаю чем будете заниматься кто завтра хочет прийти как хотите завтра в шесть начать лекцию чтобы успеть на парик кому сходить кто хочет четыре тридцать поднять руки пять часов кто хочет в шесть часов кто хочет да похоже что в пять большинство значит завтра в пять покинуть мы мы Продолжение следует...